Доброго времени суток. Рассмотрим очередной коучинг-глопрос. Сегодня хотелось бы рассмотреть следующий вопрос. Он достаточно такой, скажем так, приземленный. Какие у вас есть ресурсы? Хотя ресурсы могут быть абсолютно разными. Это могут быть какие-то артефакты. Это могут быть мыслительные какие-то паттерны, логические заключения. Это может быть уровень внутренней энергии. Это может быть состояние. Это может быть настроение. Здесь очень множество. В конце концов, это могут быть банально физические какие-то ресурсы, включая деньги. Может быть, это какие-то отношения с какими-то людьми, с каким-то социумом, обществом. Что дает этот вопрос для клиента? Это возможность провести инвентаризацию. Очень часто, когда клиент начинает рассматривать свои ресурсы, он понимает, что ресурсов-то достаточно. И вопрос может оказаться даже не в ресурсах, а в каких-то убеждениях, либо в каких-то других еще подводных камнях, которые можно поисследовать. То есть, посмотреть, ну, по крайней мере, тогда фокус внимания с ресурсом может быть смещен. Либо сценарий 2, когда ресурсов действительно не хватает. Ну, и тогда, как бы, возникает вопрос, а где эти ресурсы можно взять? Очень часто вопрос достаточно банальный, потому что ресурсы все-таки, их в большинстве случаев можно взять, особенно если они материальны. Конечно, если мы говорим про некое состояние, то здесь, возможно, понадобится какая-то дополнительная практика. Ну, то есть, какие-то там, не знаю, телесные, либо релаксирующие какие-то практики. Но, в общем и целом, даже это можно достаточно, ну, в разумные сроки, в разумное время, в целом, в общем и целом получить и достичь. То есть, когда идет формулировка цели, то ресурсы – это всего лишь средство, и в большинстве случаев клиент это понимает. И, ну, либо идешь, берешь, если хочешь, либо не идешь, не берешь и не хочешь. Это выбор клиента, и эти заключения, собственно, сам клиент в сессии и делает. Коллеги, я еще раз повторю этот вопрос, какие у вас ресурсы есть. Всем добра, пока-пока.